Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы новости – магазин «Модная школа». Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапа-регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Доходы бюджета на социальные обязательства. Школа Станицы Анапской в топе лучших образовательных учреждений России. И сейчас обо всем подробнее. Анапа – десятки лучших муниципалитетов по поступлениям доходов в консолидированный бюджет края за 9 месяцев 2015 года. Об экономике и финансах говорили на краевом совещании под руководством губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, по итогам года в консолидированный бюджет края ждут поступления не менее 208 миллиардов рублей. Стопроцентный финансовый результат должны показать все муниципалитеты. За наполняемостью бюджета стоит выполняемость всех наших социальных обязательств перед нашим населением. Перед каждым жителем города, станицы, села, хутора. В рейтинговой таблице края по поступлению доходов в консолидированный бюджет наш город находится на 10 месте среди 44. В денежном эквиваленте это 3 миллиарда 783 тысячи рублей за 9 месяцев текущего года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост доходов консолидированного бюджета города-курорта составил 17%. В местный бюджет, по данным на 1 октября, поступил 1 миллиард 346 миллионов рублей собственных доходов, что на 10% больше, чем в 2014. В то же время в Анапе продолжается работа с налоговыми неплательщиками. В арсенале судебных приставов действенные рычаги, лишение должников права управлять любым транспортом, ограничение в операциях с банковскими счетами и на выезд за границу. Рейдовые мероприятия пройдут в ближайшие дни. Школа Станицы Анапская вошла в топ 200 лучших сельских школ России. 16 школ Краснодарского края в списке лидеров сельских общеобразовательных учреждений, среди них школа номер 12. При составлении рейтинга учитывались результаты основного государственного экзамена и олимпиад. В 12-й школе Станицы Анапской сегодня обучаются более полутора тысяч детей. Педагогический коллектив насчитывает 72 человека. Директор Юрий Павелко на своем посту работает уже 31 год. В 1984-м сам принимал участие в строительстве здания новой школы. Фактически каждый метр поверхности мне знаком, хорошо знаком. Я все знаю здесь на ощупь. С закрытыми глазами могу решить любую проблему. Еще почему? Потому что здесь замечательный коллектив учителей. Люди, которые любят свою профессию. Люди, которые отдают свои знания и, собственно говоря, души, возможности для обучения детей. В первом классе готовится театральная постановка. Педагоги стараются воспитывать детей в первую очередь открытыми и раскрепощенными. Первоклассники уже очень любят свою школу. Потому что мне весело учиться. Очень хорошие друзья тут. Никогда не подводят. И тут много друзей таких, которые учатся хорошо. Много приятных ребят. Шесть лет назад в школе впервые появилась система видеонаблюдения. Сначала в начальных классах, затем во всех. Удобно. Родители могут видеть, чем чадо занимается на уроке. Да и в решении разных спорных ситуаций. Хорошее подспорье. Классы укомплектованы интерактивными досками, ростовой мебелью. В кабинете информатики тоже современное оборудование. Кстати, станичная школа участвует в апробации материалов ЕГЭ по информатике. По результатам которой и будут составлены тесты для предстоящего экзамена в России. В этой школе я учусь первого класса. Как представляю, что нужно будет закончить, сразу слезы наворачиваются. Недавно во дворе школы появилась спортивная площадка с современным покрытием. В школе-библиотеке есть возможность выхода в интернет и воспользоваться учебными пособиями в электронном виде. В числе первых в школе станицы Анапской появились казачьи классы. На сегодняшний день их уже семь. Вековые традиции кубанского казачества и православия здесь чтут и берегут. Современные кабинеты, высокотехнологичное оборудование – это еще не залог успеха. Дисциплина, порядок, взаимопонимание и любовь к детям в 12-й школе присутствуют во всем. Может быть, именно поэтому школа стала одной из лучших в России. Практически в каждом районе города-курорта есть примеры, когда на тротуарах, парковках и газонах предприниматели самовольно устанавливают штендеры. Сотрудники муниципального контроля начали освобождать парковки и тротуары Анапы от незаконных рекламных конструкций. В соответствии с правилами благоустройства территории Анапы установка штендеров является административным правонарушением. В соответствии с законодательством за подобные правонарушения устанавливается штраф для физических лиц от 1 тысячи до 5 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей от 10 до 50 тысяч рублей. Законопослушные предприниматели сразу, без разговоров, убирают штендеры, переходят на другой вид наружной рекламы. Для демонтажа некоторых рекламных конструкций, которые прицеплены к столбам и заборам цепочками, приходится пользоваться инструментом. На сегодняшний день с сотрудниками муниципального контроля с территории общего пользования убрано более 20 рекламных конструкций. 4 штендера вывезены на штрафстоянку. На предпринимателей составлены административные протоколы. Ковалёва в президенты в средней школе номер 7 избрали руководителя школьного самоуправления. Интерес подростков к внутришкольной демократии с каждым годом растёт. Владимир Ковалёв в седьмую школу пришёл два года назад из пограничного лицея, где с детства развивал выдержку и дисциплину. За короткое время он добился уважения среди сверстников и учителей. 15 октября 2015 года прошли выборы президента седьмой школы. Всего было 9 кандидатов. Президентом школы стал Владимир Ковалёв. По результату голосования 428 голосов. У Владимира своя команда и даже свой премьер-министр. После вступления в должность молодой президент сразу начал подготовку конкурса «Мисс Осень». О дальнейших планах и идеях Владимир рассказывает скромно, но уверенно. Праздники, мероприятия и турслёта мы просто будем добавлять их количество и улучшать качество. А из глобального мы хотим ввести обратную связь с руководством школы. То есть ввести анонимную почту с обратной связью. То есть дети смогут оставлять свои пожелания, предложения, рассказывать о своих проблемах и вопросах, не боясь чего-либо. Такие маленькие победы доказывают, что наше образование развивается и даёт возможность молодому поколению уверенно идти вперёд. Для чистоты и порядка нет сезонов. Магазин «Склад Майдадыр» всегда встречает покупателя не только приятными скидками и акциями, но и неизменно низкими ценами и безупречным качеством продукции. Магазин «Склад Майдадыр» хорошо знаком анапским санаториям, пансионатам, отелям, детским садам, школам и предприятиям общественного питания. Чтобы поддерживать чистоту и порядок в комнатах и на кухне, не обязательно приобретать дорогостоящие импортные бренды. В магазине «Майдадыр» представлен широкий ассортимент отечественных аналогов. Кубанский производитель профессиональных чистящих и моющих средств фирмы «Флориаль» гарант качества по доступной цене. На порядок более высокое качество, но цены в три раза ниже. Хорошее экономическое решение в условиях кризиса. И только в магазине «Майдадыр». Уникальное кислотное средство «Рапин К2Н» незаменимо для удаления самых застарелых известковых налетов. Подходит для очистки любых поверхностей от строительных загрязнений. Легко удаляет даже застывший цемент и шпатлевку. Подходит для очистки тепловых сетей. Для сложных известковых налетов можно приобрести и флоресант, спаситель душевых кабин и акриловых ванн. Бережно удалит загрязнение с мягкой и кожаной мебели «Марк Плюс». Концентрированное средство с антистатическим эффектом. Не усаживает обивку, не повреждает волокна. Незаменим на кухне «Антипригар». Средство проверено годами. Восторженные отзывы покупателей – лучшая реклама. «Антипригар» – лидер продаж и давно заслужил авторитет среди предприятий общепита и мясоперерабатывающего производства. Печи будут сверкать чистотой. «Конвадет М» – средство, специально разработанное для очистки параконвектоматов. Попрощаться с жирным налетом на кухне без труда поможет концентрированное щелочное средство «Рапин В». Справится с жировыми пробками в сантехнике. Главным врагом всех предприятий общественного питания – «Рапин Вэща». Добавит блеска корпусной мебели полироль «Рапин Фронт». Подходит для дерева, пластика и стеклокерамики. Отмыть помещение от пола до потолка легко с помощью слабо щелочного концентрированного средства «Процесс Плюс». Особое место в линейке занимает дезинфицирующее средство «Альбавет». Обработку помещений можно проводить в присутствии людей, даже маленьких детей и животных. Безопасен, экологичен, распадается на кислород и воду. Для прочистки засоров в трубах не обязательно переплачивать. Эффективно справится с задачей «Рапин Экспресс». Профессиональные и эффективные средства найдут применение не только на производственную в быту. Оптовые заказы и розничные покупки здесь рады каждому покупателю. Непременно найдется оптимальное решение любой проблемы. Оплата наличными и безналичный расчет – более 8 тысяч наименований отечественного и зарубежного производства. Формирование заявок под заказ – индивидуальный подход к клиентам. Уже несколько лет подряд в магазине действует акция «Скидка за улыбку». Вежливость – главный принцип работы команды. А волшебная фраза «Знаменитый мой додыр» добавит дополнительную 7% скидку к вашей покупке. Натуральная косметика, безопасные средства по уходу за телом, бытовая химия, экономичные стиральные порошки, профессиональные серии для волос – такие нужные мелочи для быта и приема гостей. Удержаться от покупок здесь просто невозможно. Поспешите в магазин «Мой додыр» по адресу город Анапа, улица Астраханская, 98. В субботу, 18 октября, в станице Полтавская с размахом отпразднуют День кубанского казачества. Программа праздника обещает быть насыщенной. В местных храмах и церквях пройдут торжественные богослужения, казаки пройдут торжественным маршем, после начнутся народные гуляния. Будут работать традиционные курини, а творческие коллективы порадуют яркими выступлениями. Развернут выставки народные мастера и умельцы, казаки Анапского казачьего общества на торжественном параде продемонстрируют строевой шаг и безупречную выправку. Начало мероприятия в 11.00. Завершит выпуск прогноз погоды. В субботу, 17 октября, в Анапе ясно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 9-16 градусов, ночью до 12 градусов тепла. Ветер восточный 6-10 метров в секунду. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 12 градусов. В воскресенье, 18 октября, в Анапе ясно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 12-16 градусов, ночью до 13 градусов тепла. Ветер восточный 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 12 градусов. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». А в магазине доступные качественные одежды для детей и взрослых модная школа. Можно подобрать красивую, качественную одежду для школьных будней и праздников. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапе. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова